Организовать поставки донорской крови в новые регионы России специалистам Брянской станции переливания крови поручили в Министерстве здравоохранения. Вот уже год регулярные караваны бесценного груза отправляются в Херсонскую область. Именно там наиболее пострадала служба заготовки крови. Все инфраструктура, которая была, она осталась на том берегу. А жители переехали сюда. И стал вопрос о том, что необходимо в срочном порядке, это был 2022 год, необходимо в срочном порядке, после того, когда они вошли в структуру, провели референдум, это уже наша территория. И стал вопрос о том, что в срочном порядке нужно сделать так, чтобы в этом регионе была кровь. Для того, чтобы оказывать помощь. Современная трансфузия практикует переливание только компонентов крови. Поэтому в Херсонскую область чаще отправляют эритроцитарную массу, которая всегда востребована при больших операциях и кровопотерях. И вот уже с 2022 года было 12 месяцев, 12 караванов, 12 командировок. И все это время в течение года, благодаря домерам Брянской области, жителям Брянской области, жители Херсона имеют возможность лечиться. И объемы? Более 500 литров готовой продукции. То есть, если в пересчете на цельную кровь, то более 1000 литров цельной крови заготовлено от доноров Брянской области и отправлено туда. Помощь брянских доноров будет продолжена до тех пор, пока в Херсонской области не восстановят региональную службу по заготовке и хранению донорской крови. При этом брянская станция переливания в полном объеме обеспечивает бесперебойные поставки компонентов крови и для стационаров Брянской области. Алексей Исипенко, Дмитрий Матеров, Брянск.